Итак, народ, у меня в руках сейчас беляш с осьминогом. Итак, народ, я сейчас в Куала-Лумпуре, и тут есть вот такое заведение, где подают, смотрите, это же, блин, осьминоги! Выглядят довольно-таки экзотически, я очень хочу попробовать как этот вариант, так и все остальные, честно говоря, я даже не знаю толком, что это такое. Что касательно основного блюда, да, так называемые скоунс, Смотрите, здесь они свежевыпеченные, их получается доступно, раз, два, три, семь разных видов с максимальной ценой, ну, примерно где-то 150 рублей, самый дорогой здесь стоит. Помимо этого можно взять еще и классическую лапшу, ну, сложно сказать, да, насколько она классическая, как по мне, выглядит необычно. Ну, возможно, для азиатов это классика. И еще есть вот такая лапша, на самом деле выглядит довольно аппетитно, мне кажется, это прям полноценная еда на целый день. Но я сюда пришел попробовать Ирмино фирменное блюдо, и самое главное, что я хочу попробовать, вот, с осьминогом, мне очень интересно, вкусно это будет или нет. Короче, прямо на входе есть макеты того, как это выглядит, народ. Это похоже, знаете, как будто бы наши беляши, но с разной начинкой. Но только в отличие от беляшей или там от тех же чебуреков, да, это все дело не жарится в масле, а вот запекается все в печи, как пицца типа. Короче, я не мог определиться с выбором, поэтому решил взять просто каждого вкуса по одному, плюс еще взял десерт и напиток, и в итоге у меня получилась сумма 1200 рублей за 7 беляшей, напиток и еще десерт. А вот и мой заказ, народ, смотрите, в фирменном пакете, целая куча беляшей, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да, все верно, 7 вкусов. Главная проблема заключается в том, что они никак не подписаны, так я буду определять, какой из них именно какой. Вот, я достаю последний, народ, и походу мы сейчас с вами будем играть в угадайку. Я не стал повторять ошибку из прошлого ролика, поэтому взял напиток заранее, и зацените, это типа не одноразовый стаканчик, да, какой-то пластиковый, это прям полноценная бутылка, которой, ну, как мне кажется, потом можно совершенно спокойно пользоваться. Это улун с персиком, и еще у нас есть десертный десерт. Его тоже, походу, нужно пить, но он типа вроде как жидкий. Давайте попробуем чай. Хороший, вкусный, освежающий зеленый чай. Блин, очень жалко, что они на самом деле никак не подписаны, потому что я хотел вот именно с осьминогом оставить напоследок. А, не, народ, смотрите, вот, здесь написано название. Это у нас креветка и курица. Они подписаны просто с обратной стороны. Я вообще думал, знаете, по маркерам будут подписывать, как кофе там маркируют, или что-то еще, но здесь прям заморочились, то есть специальные стикеры уже готовые, просто их наклеил. Это удобно. Посмотрим, как эта штука выглядит. Я сначала подумал, что это что-то японское, но, во-первых, у меня такие ассоциации, знаете, что кальмаров, ну, преимущественно... Едят именно в Японии. Но я потом почитал, что это вот шанхайская такая тема, уличная еда, которая появилась в 2008 году. Концепция максимально простая. Это фактически булочка, да, из слоеного теста, но с нетипичной для нас начинкой. Я бы сказал, такая китайская версия самсы. И если по классике мы привыкли, что у нас самсу готовят с говядиной, с бараниной и с курицей, то здесь, как вы могли заметить, есть еще и более экзотические варианты. Пробую самый первый. Это креветка и курица. Ну, короче, курицу я не чувствую, по крайней мере, в первом куске. Но вот креветка со слоеным тестом, это очень странная штука. Мозг не привык к таким вкусовым ощущениям. С обратной стороны еще есть какие-то советы, смотрите. Попробуем сделать перевод, что тут написано. Короче, креветка с курицей, это было не прям, чтобы вау. Креветка с слоеным тестом не особо сочетается. Давайте попробуем следующий вкус. Это у нас пеппер чикен. Другими словами, перченая курица здесь это очень популярно. В Азии, ну, кто не знал, вообще очень любят перец. Они его практически везде добавляют. Тут вся еда практически острая. Очень сухая штука. На самом деле, на картинке они прям такие сочные, нарисованные, да. Но по факту нет. Очень сухо. И очень много перца. Тут без напиточка просто не вариант. Так, ну, я пока что немного расстроен. Потому что по картинке, да, которая на входе, я ожидал прям, вау, каких-то гастрономических эффектов. А тут по факту обычные булочки. Это у нас перечная говядина. Только что была курица, теперь будет говядина. Мне, кстати, вариант с перечной говядиной, ну, по крайней мере, в обычных блюдах нравится больше. Как по мне, ну, типа, курица и перец не особо сочетаются. Ну, это лично на мой вкус. Итак, пробую вариант с говядиной. Ну, нифига. Посмотрите, как ее много. В отличие от курицы, здесь реально прям много начинки. Она не такая сухая. То есть, это прям хороший такой говяжий парш. В курином варианте было начинки реально не так много. И она была прям сухая. Вот это кайф. Вот это, вот это прям похоже на беляш в слоеном тесте. Эта штука стоит как минимум дешевле, чем шаурма, которая продается через дорогу. Если вдруг вы смотрели, у меня вот был шаверма патруль по Малайзии. Во-вторых, эта штука реально вкуснее. Готовят ее быстрее. То есть, если вот прям что-то на лету прям хочется съесть, побежал куда-то дальше по делам. Это явно лучше, чем шаурма. Итак, 4 вкуса у меня осталось. Напомню, что одна из этих булочек, она будет со сменогом. Ее я хочу попробовать больше всего. Ну, а дальше у нас курица с помидорой и кукурузой. Если я не ошибаюсь, то такое сочетание можно встретить разве что в курином буррито. Помидоры, курица и кукуруза. Сам лично я такое буррито никогда не ел. Блин, там реально кукуруза. Честно скажу, довольно странное сочетание. Во-первых, сама кукуруза, как начинка для какой-то булочки, это довольно странно. А во-вторых, томатный соус, он здесь такой, знаете, как бы сладкий, что ли, получается. Это, в принципе, неплохо. Это очень необычный новый вкус. Я такого раньше никогда не пробовал. Сладкий помидор с курицей и кукурузой. Да, определенно мне это нравится. Штука сочная, вкусная. Помидоры с курицей и кукурузой. Но напиточком я это все равно запью. Итак, друзья, три варианта остается. Как думаете, какой из этих вариантов будет с осьминогом? Мне кажется, что осьминог будет вот здесь. Поэтому я возьму самый крайний. И это у нас вариант с острой курицей. Кстати говоря, удивительно реально то, что все предыдущие варианты, да, там они были типа с перцем, но вот перечный вкус, это все-таки не вкус перца чили, который здесь практически в любом блюде, вот куда бы ты ни пришел, где лапшу какую-то готовят с мясом, что-то еще, скорее всего, она будет острая. Скорее всего, туда добавляют именно перец чили. Не черный, а вот острый, который красный. И я так понимаю, что вот это будет оно. Первое острое блюдо вот здесь. Ну, да, такое, с остринкой. На самом деле, остринки прям даже много. Короче, хорошая, острая такая булочка. Любительным острых ощущений. Явно понравится. Итак, последние два варианта, господи. Хорошая прям острота. Перца там явно не пожалели. Самое интересное, что осьминог, по-моему, тоже был острый. Я думаю, что он все-таки здесь, поэтому давайте откроем вот эту. Посмотрим, что у нас тут за вкус. Курица по-новоорлеански. Короче, я немножко передумал. Я советую острую курицу только любителям острова, потому что что-то, по-моему, перебор. Итак, что мы знаем про Новый Орлеан? Это где-то на юге Америки. Там постоянно происходят тайфуны. И там живут аллигаторы. Я не слышал, чтобы там любили острую еду, поэтому надеюсь, это будет не так жгучая, как прошлая булочка. Итак, друзья, у нас булочка с курицей по-новоорлеански. Сейчас узнаем, что такое вкус Нового Орлеана. Не распробовал я Новоорлеанскую курицу. Вот, понимаете, кентукки курица, курица техасская, курица в Чикаго. Вот курица по-новоорлеански. Ну, типа, вкусно, да, но нет какой-то что-ли фишки. Обычная вкусная булочка с курицей. Вот эта больше всего похожа на обычную самсу, вот, в которой не перцем, но вот обычная куриная самса. Вот, как бы я это назвал на самом деле. Походу, в Новом Орлеане тоже любят узбекскую самсу. Хотя, вряд ли я не знаю, где находится Узбекистан. Итак, последний вариант, как я и обещал, должен быть с осьминогом. Да, острый октопаз. На самом деле, на картинке меня больше всего привлек именно этот вариант с осьминогом, потому что он выглядит максимально экзотично, максимально сочно. И вообще, это вот та штука, которую действительно хочется попробовать. И я надеюсь, что он будет все-таки чуть-чуть менее острый, чем была булочка с курицей, потому что, на самом деле, острота еще до сих пор до конца-то и не прошла. Итак, друзья, внутри этой булочки у нас находится осьминог. Это то самое блюдо, из-за которого я сюда, в принципе, пришел. Ну, короче, давайте посмотрим, как это выглядело на картинке, да. Вот такой сочный, красивый прям осьминог внутри, прям щупальца, да. И как это выглядит вживую. Во-первых, это выглядит вообще неаппетитно. Во-вторых, тут нет соуса, как это все нарисовано на картинке. Ну, а в-третьих, где мои щупальца-осминога? Я пришел сюда, вот щупальца-осминога. Похоже, чтобы они целые были. Какого черта их тут перемилили, блин, фарш? В этом же ведь есть вся фишка, вот и щупальца, они такие красивые, экзотические, интересные. И еще, судя по всему, острые. Короче, булочка с осьминогом меня, мягко говоря, разочаровала. Это, наверное, самая невкусная была за сегодня. Вот даже курица с перцем, наверное, и то было лучше, чем вот этот вариант с осьминогом. Ну, что я могу сказать, народ, это дерьмово. В очередной раз я повелся на красивую картинку, которая на меня прям, понимаете, заманила. Вот этот осьминог, он прям щупальца меня обхватил. И такой, приди, попробуй меня, очень интересная, непонятная булочка с осьминогом. Обычная, острая самса, безвкусная. Кстати, осьминога я в итоге так и не почувствовал, только в основном перец. Но вот давайте просто по факту, да, как оно здесь нарисовано. Вот куски курицы прям целые, да, щупальца целые, вот говядина прям аппетитная. Вот ничего по факту этого не было. Я вот лично очень люблю азиатскую еду, но вот здесь конкретно мне не зашло. Самый вкусный вариант, по сути, оказался вариант с говядиной, но не потому, что он был азиатский, а как раз наоборот, это было максимально похоже на самую обычную самсу. Наверное, поэтому это и был самый вкусный вариант. В общем, такие дела, друзья. Буду дальше ходить по городу, искать интересные места с какой-то необычной азиатской едой и снимать для вас видео, показывать, чем тут местные питаются. Ну или если вы когда-то приедете в Малайзию, уже будете знать, где вкусно, а где невкусно. Чтобы не пропускать эти новые ролики, друзья, обязательно подписывайтесь на канал. Ну и если вам это видео понравилось, не забудьте показать это вашим лайком. Ну а также в комментариях напишите что-нибудь. Просто что-нибудь напишите, неважно вообще, чем больше активности, тем лучше. У меня на этом все, друзья. Спасибо за просмотр. До скорого.